что за александр такой сейчас минутку я сначала договариваемся всегда раз мне слышно блист очень наверно пыли на экран отступитесь дальше дальше это теперь вам вы сами-то себя не видите нет я себя вижу хочу голый то такой чеш такое ну так вот сидел так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против да нет не против так я слушаю говорите пожалуйста игнатий тихонович вас с новым годом что сегодня рождество уже рождество у нас ну да уже за новый год у нас тут молебен был мы поблагодарили бога потому что от нас еще не зависит на один год ближе да сколько у вас времени то уже сейчас получается сейчас 6 часов на 51 минута а у нас три ток почти я понял хотелось бы узнать вот у вас жил с украина да по моему никита колесников из борисполя да 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 ну как он у вас вообще как живет или уехал он уехал больше года он выходит там и канал на ручьем мы встречаемся все хорошие отношения сохранились я выжиму дом там вроде как я слышал делали дом сюда побыл 30 лет исполнил теперь в армии его не призовут он вернулся не стрелял в русских и душу свою изберег так что ничего плохого тут не было не я думал с вами до последнего он оказывается вот так вот понял 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 а мы что с вами в рулетке были вы нет нет я смотрел много видео о вас вот смотрел как этому как вас погода постоянно всегда смотрю у вас там всегда зима снежная у нас тут пусто я московской области живу как часто у вас там да слава богу это вот несколько дня так утихло тут нынче снегу навалило сейчас сделали катушку там два метра высотой только залазить детям сегодня обновлять будут так хорошо очень близко к экрану к экрану очень близко срезать да теперь вправо смесите головой туда вправо отойдите еще маленько вот а вы влево вышли вправо где у вас правая рука вот так все вот так маленько повыше что было видно повыше вот все нормально будет говорите какие вопросы 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 такие скажите пожалуйста кто вообще вам вот всю вот эту идею вашу который вы до людей доносите кто вам ее дал скажем так когда это было в детстве тут это ничья трулетка вы не вылетите сразу будете слушать дело в том что я истребил из лексикона слово проблема американец моете долой его заменил словом нерешенный вопрос и вот один из нерешенных вопросов в россии погибло 120 миллионов абортов за перестройку конкретно что мы сделали мы показываем я веду работу постоянно у нас это даже не именуется второе погибло тридцать одна тысяча сел что делать берем землю строим деревню на христианских обычаях не лгать не пить не курить не материться не давать вот вопрос решается как дальше дети беспризорных говорят нургалиев министр внутренних дел сказал три миллиона почти беспризорных игра что сделал а что сделаешь мне бог позволил создать детский лагерь я сорок восемь лет виду его сорок восемь лет тысячи детей без помощи государства ни рубля нигде нету построили постройки построили я для детей целый комплекс конечно все это на бедном уровне но ни одного больного нету дети если наркомана совершенно выздоровевшие вот в школе ничего не преподают божественно не знают правильно счет сделал проблема никакой проблема я иду преподаю одновременно в 13 школах пяти университетах во всех техникумах и отделах милиции городском краевом во всех воинских частях заводах в фабриках алтайского края и три радиопрограмма регулярно миллионы людей охвачены а я никто у меня нет гуманитарного образования духовного вопрос решается да решать заканчиво тут знаете сколько преступности у меня опыт я 5 тюрем прошел за слово божие я иду работать тюрьму как помогаю бесплатно повторяю нигде не рубля не получаю я там 18 лет охвачена не два не три тысячи людей давайте каждый делать а вот евреи все захватили у евреи все выкачали страну евреи везде юриспруденции спищать я согласен так надо бороться надо а как ну как 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 борются к гитлер боролся окончательно решение резкого вопроса нет он маленький ошибся не злобой а благословением и добром любовью вот ко мне привозят на дом еврея одного чистопородная не какая-то помесь на ум израильевич показали через три часа у делается православным теперь православный батюшка пусть через каждый священник один еврей будет православным батюшкой вопрос решен никакой проблемы а вот кгб все задавали следят у меня следователь когда обратился стал священником ну что дальше то конкретно по любому вопросу решать его надо и начиная никогда то не завтра сегодня вот в интернете то раньше как было просвещение нет не знает и господь мне позволил 50 книг насчитать аудио и распространить по всей стране и библии архипелаг гулаг это работать надо у меня на сон уходило два с половиной часа не больше можно показать веру из дел вот вы ушли опять туда влево зачем-то сети понимаете как вот для этого там мы здесь мы показываем что можно жить на надеюсь ни на каких правителей не проклинать и молиться за них мы каждый день молимся за трампа мы молимся за ордогена замана за рамзана кадырова за всех за патриарх и кирилла за вы слышали за папу венедикт и прослушка ежедневно каждый день а вот я пенсионер у меня время 7 раз в день до утром вечером еще два это 9 9 намазов совершаем и после каждого 100 поклонов это додумать дури некуда вот я встаю сегодня встал я пять минут первого все пять минут первого ночи по-нашему я три часа на разбор почты у меня подписчиков а легли во сколько подписчиков 44 тысячи а просмотров полный 45 миллионов сколько людей новых пришло здесь в интернете ну давайте делать так я сейчас иду храм давай у меня и времени то даже не будет так вопросы тогда вам понятен настрой настрой не ваш понятен вы молодец вы настраиваете не только взрослых детей не о чем бог благословляет почему не делать да вот напали на свидетели югу это еретики такие я на днях только написал четыре больших письма президенту российской федерации путину в государственную думу министерства юстиции генерального прокурору что с ними поступили неправильно не имеют права они живут не в теократическом государстве они хорошие труженики да они еретики государстве не дает право верить как хочешь или никак не верить я все законы привел все параграфы что вы ответственны перед богом отмените все эти правила изъяли у них там четыре с чем-то 30 зданий верните иначе следующий будем мы да все правильно правильно ну дальше то не идет ягоды как-то встрял написал нет а я по радио сказать по телевидению везде выступаю и говорю неверно поступили это ослабляет государственную структуру власти да как немецкий не мюллер там один есть он писал говорит когда пришли гитлера арестовать коммунистов я промолчал я не коммунист пришли забирать евреев а я не еврей я тоже промолчал пришли профсоюзных деятелей забрать я промолчал но когда пришли брать меня уже заступать и некому было скажите какие вам нравятся фильмы наши фильмы вот уже 6 60-х начиная годов сегодня так трудно сказать что те времена и как было до были фильмы на я назову вообще по общему иуда бен гур 11 оскаров а иуда бен гур дальше 1 56 года кама гридеши вот так а по тем временам которые были настоящие герасима где стал судьба человека шолохова судьба человека чистое небо те времена еще были советские ну а сегодня тут по порядку и моисей авраам и иосиф и иона и все религиозные библейские сегодня много хорошего давид соломон это подряд можно показывать детям сегодняшние которые выпускают ну в общем то неплохо показано левиафан звягинцева 20 серий николая до стола раскол 20 серий то есть от обратного можно взять сильно гоняли за фильмом этот под поставил его лунге лунгин да павел он остров петр мамонов играет но это от обратного там еще нету там именно и показано православие в каком она негодном виде ну вот что показать ну да за годы советской властью а нас поставили фильм предчувствие и златоус из потеряевки занявшие первое место в россии на международном киноконкурсе это тоже очень сильные фильмы второе крещение руси это у нас которые сняли фильмы государственные фильмы на бобинах снимали еще я понял а еще такой вопрос если вдруг семьей вот так вам приехать в гости так вообще реально можно в летом летом переговорим все у нас правило определенное курящих не принимаем вот я гляжу на вас я знаю бороду не трогать далее мы напишем как путевку дадим если вы с семьей с кем вы хотели жена ребятишки даже на ребятишки какие ребятишки возраст пол мальчик 8 девочка 3 малого 4 уже будет то есть вы днем будете у нас мальчик может оставаться ночевать а вам отдельный дом выделим отдельно мы в другой вариант перешли лагерь перешел мои деревни закупили дома и теперь продолжает работать на те же условно вставать вместе с нами рано рано ложится как хочешь полная свобода от посты соблюдать ходим вместе в храм все остальное где надо работать на огороде будете помогать потому что мы много берем от сами от себя купаться каждый не хоть пять-шесть раз купайся на рыбалку ходить можете отдыхать у нас ягоды по дорогам как деле приезжать не раньше деревне до полного июля в июле там будет крещение числа может 10 я посмотреть надо какого в июле можем переговорить вот мы уже переговорили немножко но и вся потом я возьму девку что с собой брать как ехать вы на своей машине ой не знаю до вас очень далеко может далеко мы до на поезде ездили до лиссабона скандинавии прибалтику до владивостока прошли еще себя недалеко на своей машине конечно лучше вы все захватите и уезжать будете не будете ждать поезда ночного 3 до остановки пути и вы дома у нас нынче приезжали крещение принимали не откуда-то с германии из ливана у нас были из франции с бразилии из израиля это те годы расстояние для нас сегодня нет она не на самолеты дети были из канады они сразу в париже останавливались в москве в барнауле три только остановки они русские были все дети из канады приезжали просто в лагере были очень по интернету все перебрали нигде ничего не нашли только на нас наткнулись и не один год приезжали у нас все что мы делаем подражательно самому лучшему что было в мире да да я смотрю ваше видео у вас еще вот владимир да по моему есть который с вами жил тоже чуть не видно сейчас не видно в храме так или с вами мне нужно уже уходить в храм сегодня сейчас служба начинается тогда говорю вам всего доброго вы через месяц можете зайти обдумайте поговорите что вы были женой с ребятишками здесь я посмотрю на что был одетый как прилично раздет это не прилично человеку ничего не я уже просто с богом домашним поклон богом пока